Каждый третий дом в нашей стране отметил полувековой юбилей. Больше 30% жилья построено в Казахстане до 1970 года, посчитали аналитики. И квадратные метры стремительно ветшают, начиная представлять реальную угрозу. Новости КТК сегодня запускают проект «Жилье мое». Будем пересчитывать старые дома и рассказывать, как в них живут люди. А главное, оценим программы переселения и реновации, запущенные в некоторых городах. Сегодня наши репортеры передают из Уральска и Тараза. Западно-Казахстанская область имеет давнюю историю. Ее молчаливые свидетели – это здания, построенные в 19-м начале 20-го века. Многие из них затем стали многоквартирными домами. Понятно, что состояние их давно плачевное. В Уральске на сегодня насчитывается 310 ветхих и 54 аварийных дома. Например, этот когда-то был штабом 25-й Чапаевской дивизии. Затем здание передали местной воинской части и в комнаты стали селить семьи. Армейская квартирно-эксплуатационная часть ухаживала за строением, пока существовала сама. А теперь – обрушающийся потолок, прогнившие полы, покосившееся крыльцо. Но люди живут здесь, сколько себя помнят. Идти им некуда. В старой части города такие здания едва ли не в каждом квартале. Многие имеют статус памятников архитектуры и сносить их нельзя. Но и охранять, по большому счету, уже нечего. Люди не могут ни продать, ни как-то улучшить свои жилищные условия. Где-то с 83-го года я здесь. Брежнев умер. Я вот где-то, наверное, с этого времени и живу здесь. Ну, раньше Кеч ремонтировал его где-то 5 лет один раз. А сейчас бесхозный. Он сыпется все. Активно сносить старые дома в Уральске начали в 2015 году. За это время разобрали 25 аварийных зданий. На их месте уже готовы 13 новых многоэтажек. В отделе ЖКХ, говорят, всякое бывает. Иногда даже самые жуткие трущобы люди покидают неохотно. Приходится объяснять, что новые квартиры будут в собственности жильцов. А переехать нужно лишь на время. Им инвестор сам подбирает квартиры. Получается, все оплачивает инвестор. Все переселяют инвестора. Получается, жильцам, аварийщикам, им только придется собирать свои чемоданы и переселяться на арендные квартиры. Затем уже после строительства, после ввода в эксплуатацию, получается, они обратно на эти же дома, свои новые квартиры, берут новые ключи и уже заселяются на новые дома. В среднем возведение нового дома на месте снесенного старого здания занимает полтора года. Главное – найти желающих взяться за строительство. В Уральске новые дома строят на условиях государственно-частного партнерства. Акимат помогает с коммуникациями, документами, предоставляет участок. А инвестор на собственные средства строит жилье, а затем предоставляет часть квартир в собственность владельцам снесенных аварийных. На сегодня в городе строится 9 таких домов. Программа реновации рассчитана до 2025 года. Однако, учитывая количество разрушающихся домов в городе, не исключено, что ее продлят. А вот жилищный фонд «Тараза» изучила моя коллега Виктория Савельева. Ей слово. А в Жамбылской области аварийных домов, по словам чиновников, попросту нет. Ветхих всего-то 5 двухэтажек. Они расположены на одной из улиц частного сектора «Тараза». Там сейчас живут около 40 семей. И, как они нам сами признались, многих все устраивает. Каркасные постройки 60-х годов на вид еще вполне приличные. Это дома, стены которых состоят из досок, а между ними опилки или известковые уплотнители. Здесь нет ванной, но есть туалет. Нет природного газа, но есть вода и отопление. Люди не скрывают, у них местами обваливается крыша и приходится использовать газовые баллоны. Мы пользуемся газовым баллоном. Хотя у нас дом каркасный, это очень взрывоопасно. У нас должно быть все электрическое. Именно каркасные дома должны пользоваться электрическим. Полностью электрическим. Вот это не должно быть. Потому что у нас это просто как спичечная коробка. Впрочем, свои квартиры люди покидать не торопятся. Многие, например, обустроили на положенной им сотке земли летний душ. А некоторые даже умудрились сделать капитальные пристройки к домам. Сносить оставшееся ветхое жилье Тараза планируют года через два. По этим домам у нас утверждена дорожная карта. На 2025 и 2026 годы снос этих домов. И там же может быть возможность строительства новых домов. И в этом плане это уже утверждено. Работа будет проводиться. По аварийным домам у нас много квартирных по области жилых домов нет. К слову, большинство жильцов ветхих двухэтажек уезжать за пределы своего спального района не хотят. Новые микрорайоны, по их мнению, далеки от городской инфраструктуры. А еще не отличаются стойкостью строительства. Люди надеются, что их дома просто отремонтируют. И там можно будет прожить еще как минимум полвека. Наши репортеры в Западно-Казахстанской и Жамбулской областях оценили жилищный фонд в своих регионах, о ветхих домах и их обитателях. Новости КТК теперь рассказывают в рубрике «Жилье мое». Субтитры создавал DimaTorzok